Молодежь страны Более подробно об этом нам расскажут лидеры молодежных организаций Исполнительный директор Конгресса молодежи Казахстана Айден Маратович Сабитов Член правления Ассоциации предпринимателей города Астаны Сарарка Эрик Бигбалатович Сагиев Лидер Альянса студентов Казахстана Миржан Заушевич Абылкас Преподаватель физики в Казахско-Турецком лицее города Астаны Асет Булатович Кабдиев А также заместитель председателя Единый детско-юношеской организации Жас Олан Александр Сергеевич Тен Ужаймы гости добро пожаловать и первое слово Айден Маратович пожалуйста вам Салунастырма женалыған қалым біріншіден Қазақстан жастарының конгрессын атынан және де жастарының атынан сіздерге осы жерге келіп өзіміздің өндеуімізді жолдауға сеттіктеріңіз тегізгенге алықсыңыз айтамыз Жалпы біріншіден бүгінгі жолдауымыз ол мемлекеттік білімді және ғылымды дамыту жаңа риф бағдарламасының реформасына байланысты өзіміздің позициямызды білдіргіміз келеді Жалпы Қазақстан жастары конгрессы 2002 жылы елбасының қолдауымен ашылған ұйым болып табылады Осы күнге үшін конгресс көптеген жастарының бастамаларын қолдап, көптеген жұмыстар жүргізіп кележатыр Онын ішінде жас кәсіпкерлерді қолдау, дебаттық үйімдерді дамыту, онан бөлек елімізді халқаралық денгеде жастарының мүдесің қорғау және өкілдік ету болып табылады Енді бүгімгі негізгі мәсілеміз өл жалпы на бүлім және ғалғым барда романысна байвансты үйімізді үйімізді Если остановиться, то действительно сейчас население молодежи 4 миллиона 300 тысяч в Казахстане и из них 2,5 миллиона – это учащихся молодеж Мы, Конгресс молодежи Казахстана, объединяем все молодежные движения республики И в том числе во всех регионах молодежные организации являются членами нашими Организация существует уже 14 лет Основная задача – это консолидация молодежных движений в республике Также представление интересов молодежи за рубежом И большой задачей является именно донесение до молодежи государственных программ И сегодня мы хотим поговорить именно о программе, которую недавно глава государства поддержал Указ подписал именно развитие государственной программы об образовании и науке Конгресс молодежи Казахстана заявляет, что он поддерживает И молодежные движения заявляют, что мы поддерживаем данную инициативу Наша сегодняшняя причина, почему мы вышли сюда Мы бы хотели сказать, что действительно сейчас достаточно много критики Некоторые высказываются против, но если в целом посудить Никто не слушает молодежь Казахстана Молодежь за, почему? Потому что действительно новыми технологиями мы Перед государством стоит задача усиления страны Вступление в тридцатку развитых государств Для этого в любом случае мы должны владеть новыми технологиями, новыми образованиями Иметь доступ, прямой доступ к информациям И это в первую очередь владение английским языком, иностранным языком Перед молодежью Казахстана стоит большая задача овладеть трехязычием Я сам очень часто выезжаю за рубеж и очень часто замечаю, что действительно Даже в постсоветском пространстве, в странах СНГ Молодежь, к примеру, в Азербайджане, в Киргизии уже достаточно хорошо владеет английским языком И это большой успех, большой положительный успех И мы тоже, молодежь Казахстана, хотим иметь такой же багаж опыта Именно знания языка и поддерживаем данную инициативу Также хотел бы отметить, что мы небольшое исследование провели Информацию получили, что 81% родителей уже за того, чтобы именно их дети обучались иностранному языку Думаю, в ближайшее время до 100% мы дойдем Помимо этого, мы изучили рейтинг ПИЗА Это международная организация, которая оценивает образованность нации И в данном рейтинге Казахстан отстает примерно на 20% от многих государств Которые именно тут момент есть, когда те страны, где английский язык в приоритете Эти страны очень хорошо развиваются и имеют большой потенциал И опять же показывает, что с помощью языка мы можем дойти до первоисточников информации И в этом смысле опять же мы заявляем, что молодежь хочет и будет вводить данным языком Помимо этого, было небольшое исследование, нами проведено Чтобы обучить своего ребенка иностранному языку, многие родители тратят 15-20 тысяч тенге в месяц В течение года это доходит до 200-300 тысяч тенге в год И если пооценить, то среди нашего населения есть семьи, где многодетные семьи И для этих родителей это уже финансовая нагрузка для семейного бюджета Если правительство, государство готово обеспечивать бесплатное образование для молодежи Почему бы это не поддержать и почему бы не дать возможность нашим детям В том числе я сам родитель троих детей, у меня старший сын ходит в школу Я сам лично заинтересован, чтобы мой сын уже к определенному возрасту мог свободно вводить языком И свободно уже мог со своими сверстниками из других государств общаться, беседовать и получать определенное образование И мои коллеги сейчас расскажут именно от своей позиции в данном направлении В целом мы хотим сказать, что Конгресс молодежи Казахстана и Молодежное движение республики В том числе молодежь Казахстана за данные инициативы будет поддерживать Будет стремиться развиваться именно не только в трехязыче, в целом Помимо этого хочу отметить, что те люди, которые считают, что государственный язык не будет развиваться Опять же мы можем опровергнуть данные определенные мнения Почему? Потому что при развитии трехязычия отдельно государственному языку уделяется свыше 300 часов в год Это опять же показывает заботу государства, а именно государственном языке Так что мы обращаемся в том числе к старшему поколению Некоторые из старшего поколения тоже высказывают в своей позиции Что опять же критику именно в данном контексте Молодежь за, молодежь будет развиваться И молодежь Казахстана хочет получать информацию из первоисточников И поддерживает данную инициативу Спасибо за внимание Спасибо вам большое Следующее слово хотел бы предоставить члену управления Ассоциацией предпринимателей СРРК Эрику Сагиеву, пожалуйста Добрый день Абсолютно согласен с Айдыном В первую очередь от лица Столичной Ассоциации предпринимателей СРРК Я вас приветствую Немного вкратце о нашей ассоциации Мы сегодня включаем порядка 180 членов малого и среднего бизнеса представители Динамично развиваемся и абсолютно поддерживаем позицию трехязычного обучения Выбирая за или против, мы однозначно выбираем за И действительно сейчас больше, чем когда-либо английский язык актуален Это уже можно назвать язык экономики современной Сегодня уровень владения английским языком меньше ассоциируется с элитарностью И считается просто экономическим преимуществом И этот язык уже не так тесно связан с Соединенными Штатами или Великобританией, как когда-то Напротив, английский язык становится базовым науком для работников во всем мире Точно так же, как и грамотность два века назад была привилегией элиты А сейчас стало обязательным для любого просвещенного гражданина Мы должны осознавать, что существует мало стран с низким или средним уровнем владения английским языком И высоким уровнем развития Напротив, все страны с высоким или очень высоким уровнем владения языком Имеют очень высокий индекс развития человеческого потенциала Сегодня, когда многие прогрессирующие страны задаются вопросом Как внедрить самым лучшим образом То мы стоим на этапе обсуждения Нужно нам или это не нужно Однозначно нужно, ребят Мы должны понимать, что время неумолимо И оно очень дефицитно в таких вопросах Мы должны учитывать, что сегодня на английском языке в мире говорят около полутора миллиардов людей Еще более миллиарда изучают на текущий момент Мировая библиотека больше всего представлена на английском языке Соответственно, это дает нам доступ в мировой библиотеке Многие крупные компании, такие, например, как Renault, Nokia и так далее Внедрили английский язык в качестве корпоративного языка Элементарно, даже крупные нефтяные компании, которые у нас на Западе Такие, как ТШО, Кашагамбивик, Арчанакопирейтинг, Майерск У них корпоративным языком является английский Наши граждане, работающие на данных предприятиях И владеющие английским языком Имеют больше шансов быстро развиваться и расти по карьерной лестнице Мы не должны лишать себя и будущее поколение Быть конкурентоспособными на мировой арене Введение обучения на трех языках Ни в коем случае не освобождает нас от ответственности Еще сильнее беречь и развивать наш национальный язык Это наш фундамент Это огромное наследство нашего народа И обязанность развивать и сохранить казахский язык Это ответственность каждого гражданина республики И поэтому мы и наше будущее поколение Просто обязаны быть конкурентоспособными И постоянно прогрессировать в сегодняшних реалиях мира В этом наша сила, в этом наше преимущество В этом и наша защита всего, что ценно для нашего народа Мы за развитие, за прогресс и за процветающую республику Спасибо, спасибо вам большое Следующее слово хотел предоставить лидеру Альянса студентов Казахстана Миржану Абылкас Продолжение следует... Бұл деген, Казахстанда ен әрі студент қозалыс болып саналады Біз 11 жыл бойы жұмыс атқар кележатырмыз Басты осы ұйымның мақсаттар мен міндеттері Ол студенттерің құқтарын қорғау, мүдделерін қорғау Олардың потенциалдарын артыру, және де интеллектуалды әлеветін дамыту Енді құрметті осы үш түлдік білім беру жүйесіне қарсы шыққан Ағаларымыз, апаларымыз, апкелеріміз, аталарымыз Біз сіздерді арқашанда құрметтейміз, арқашанда сізді үлгі тұтамыз Бірақ біз осы білім жүйесін қолдаймыз Өйткені ол бізге керек, ол біздің болашағымыз Біз шетел азаматтырмен арласықымыз келеді, олар бен тәжірбе алмасықымыз келеді Біз жаңа технологиларды өзіміз үйреніп, осы елімізге еңізгізіміз келеді өз елімізі дамытқымыз келеді Бәсекеге лайықты азамат болымыз келеді, маман болымыз келеді Уайымдаманыздар, біз өз туған тілімізі, қазақ тілімізі ұмытпаймыз Ағылшын тілін, орыс тілін қатар менгеріп, қазақ тілін әрқашанда бірінші орынға ойамыз Осы сәтті пайдалана отырып, жастарын атынан ұсыны сайтқым келі отыр Болашақ бағдарламанысымен шетелде оқып елген жастарымызды ауылға тарту Ол жерге тек қана жұмыс жасап қоймай, жаңа қаражат амалдарын тартуға Мысалыға Америкада Тичфу Америка, Австралияда Тичфу Австралия бағдарламалары бар Ол бағдарламалар бойынша жастарды ауылға тартылады Неге? Біз нөйміші жастардың сол ауылға жаңа технологиларды еңгізуге Және де осы жаңа қаражат жолдарын табуға ұқпалы тиеді Біз оған сенімдіміз Жалпы біз студенттер бұл жаңа бірім жүйесін қолдаймыз Өйткені ғошын айтқандай ол біздің болашағымыз Ол біздің келешегіміз, біздің еліміздің дамуы Біз тек қана оны қолдай отырмай Біз өзімізде ұқпалы етеміз Осы жаңа бірім жүйес еңгізілуіне қалай Арнайы студентті жасақтар құрып, арнайы педагогиклық жасақтар құрып Ауылдарға барып қалада олсын, ауылда олсын, арнайы ашық сабақтар кезе сөйлер Осы ағылшын тілін жетік менгер үшін, ағылшын тілін тез менгер үшін кезе сөйлер ұйымдастыруға Енді бізге бала кезімізден әкешілеріміз, аталарымыз айтады Абайдай ақыл берсін деген сияқты Тарихтың беттерін парақтасақ Абай Құнанбайлы өзі орыстылын жетік менгерген адам Және де Абай атамызын жақсы бір сөздер бар Орыстың ғылымы өнері дүниенің кілті Оны білгенге дүниі арзанырап түседі Кәзіргі уақытта осы сөздер ағылшын тіліне айтуға болады деп сендіміз Тағыда олы адамдар айтып бетсек Сакен Сифуллин, Мұстафа Шоқай мысалыға жеті тілді өзі университеті менгерген Және де олы Абайнасыр Альфараби 70 ұлттың тілін жетік менгерген адам Осы кісілер өз тілдерінің ұмытпай Арттарына үлкен олы мұра қалдырған Қазақ еліне Тағыда айтып бетсек Олы Шоқан Уалиханов Ресейде білім алып Тілдері үйреніп Нан-Лун провинциясында Алты қаласын зерттеп Қашқары елдерін зерттеп Сол жерін саясатын экономикасын зерттеп Көптеген этнография Және де тарих мәліметтерін жинаған Енді осы Әлемдік тәжірбеймен сүйеніп Болашақ дамуына қалыптасқан Осы жана бағдырламаны Біз қолдаймыз Қазақстан сөйенттерін альянсы Республикалық сөйент қозалысы Барлық сөйенттерді біріктерген ұйым Осы бастаманы қолдайды Рахмет Я был искренне рады Мои коллеги білі искренне рады Тому, что бұдет Двенедерация поязычия в нашых школах Почему? Потому что у нас есть несколько насущих проблем, которые мы должны решать Первая проблема – это участие наших казахоязычных детей на международной арене И мало кто знает, что на таких олимпиадах, как международная олимпиада по физике, мировая олимпиада по физике, азиатская олимпиада по физике Все вопросы составляются на английском языке И переводятся только на русский, китайский, испанский, то есть интернациональные языки На казахский же они не переводятся То есть дети, которые, даже гениальные дети, которые могут решить все вопросы, не смогут их просто понять наши казахстанские школы И полязычие, естественно, решает этот вопрос То есть если они будут изначально знать английский и будут понимать вопросы на английском Второй же немаловажный факт в том, что к нам приходит очень много оборудования То есть государство тратит огромные средства на то, чтобы закупить новое оборудование для наших школ И все они закупаются, естественно, за рубежа И все лабораторные практикумы, практические задания, которые идут с этим оборудованием, идут на английском языке И эти лабораторные оборудования просто пылиться на полках Потому что дети не могут им воспользоваться из-за того, что они не понимают, что написано именно в лабораторных практиках Последнее, самое главное, по-моему, то, что мы ограничим доступ наших детей к, во-первых, к таким, например, лекциям по физике, например Который выпускает Массачусский технический институт То есть все лекции, например, которые есть, они выкладываются в интернете в публичный доступ И в публичный доступ любой человек может просмотреть и как бы заочно может учиться в таких университетах, как Массачусский технический университет, Кембридж, Оксфорд Единственная барьера для этого только знание английского языка Если наши дети будут знать английский язык, у них не будет проблем, во-первых, знать всю информацию, которая дается в этих учебных заведениях А во-вторых, им будут иметь шанс проходить там практику, учиться там и также взять много интересного и полезной информации с этих ресурсов Спасибо И последнее слово хотел предоставить заместителю председателя Жасулан Александру Тен Продолжение следует... Сондықтан, біз білім беру реформаларынан, сол мәселен талқылауынан тыс қалалмаймыз Откену, бұл реформа, өскелен ұрпақ еліміздің болашағына текелей асер етеді Аталған реформалар ауқымды сондықтан, қоғамда бір қатар сауалдар туындады Яғни мектеп бағдарламасына ағышын тілінде оқытылатын пандердің енгізілуі Және бұл үрдістің мемлекеттік тілдің дамуына әсер етуіне балянсты Мысалы, жақында бір ғазетте еліміздің бір қатар танымал азаматтары Осы мәселей қатысты өз сенімсіздіктерін білдірді Оларды да түсінігі болады Себебі олардың ішінде қазақ тілімен әдебиетіне зор өлес қосқан азаматтар бар Осындай азаматтардың күмәндауына қандай себептер болды 90-шылдары елімізде тек қана мектептерін 20%-ы қазақ тілінде білім берді өте түмен көрсеткіш Ал қазіргі таңда республика бойынша мектептерін 70%-ы мемлекеттік тілде білім бер жатыр Мемлекеттік тілді дамыту және оның мәртебесіне Ол бүкіл қазақстан халқының мақсаты себебі елімізді біріктіретін қазақ халқы, қазақ тілі және қазақ мәдениеті Оны жастардың бәрі түсіну отыр және ешқаша ұмытпай деп ойлайым Енді еліміз 30 дамыған мемлекеттердің қатарына еңуді мақсады еті отыр Осы мақсатқа жеткізетін еліміз үшін қызмет ететін жастар Бұл ашақ бүкіл еліміз үшін көп жұмыстарды атқаратын жастар деп ойлайым өз келем ұрпаққа әлемдік жетістіктеріне қол жеткізу қажет Қалқаралық үдемелі тәжіребені мен керу қажет Ақтар бөткен реформа қала және ауыл аймақта білім алы жатқан жастарға Тең дәрежеде мүмкіндік беретте ойлайым Яғни тіл білетін оқушылар үшін білім аясы кенеді Мен мұсал үшін ауылда өз кенеген, ауылда тұратын жастардың жағдайын жақсы білем Қанша дарынды патриот елін сүйетін жастар, жігітер мен қыздар солардың потенциалдары ашылмаған Біз оларға олардың баларына сапалы өзекті білім алығына мүмкіндік беруіміз қажет бізде ойлайым Біздің ең басты мақсатымыз жастардың басекеге қабілеттігін арты тұру Аталған реформаларды қолдап, жақын болашақта ең бейік және мұқты ғимараттар Ең сапалы жол және зауыттар шетелдік емес, өзіміз өсіріп тәрбелеген мамандардың қолымен салынады деп олайым Мұл кіздік бір ғым� Kopу қ narc, жақын1, бері ғина деп олайым Здравствуйте, Астана-радио, 왜 вопрос Айдынус Абитова. Усіға речи вы отметили, что молодёжные организации как раз таки будут способствовать внедрению новой государственной программы развития образования науки. Скажите, пожалуйста, какими способами вы будете этого достигать и когда планируете начать эту работу? Спасибо. Если честно, работа уже давно началась. Но сейчас мы можем смело сказать, что у нас в регионах есть, к примеру, педагогические отряды, как только что Миржан отметил. Помимо этого, есть ассоциация Боушах, на регионах есть организации, которые работают с сельской молодежью. Через эти организации мы будем выходить с села, выходить из регионы и способствовать обучению именно. Даже сами выпускники программы Боушах уже заявили, что они, в принципе, готовы в какой-то мере даже на определенной благотворительной основе поддержать и помочь обучению данного языка. Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. 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 . . Спасибо. . Спасибо. . 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 Бағытта қызметіп етіп жатырмыз. Көп деген ұшара емдастырамыз. Бағыларға тренинг жүргіземіз. Мысал жақында қошбашылар мектеб деген проект бір бізде. Сол жоба арқылы біз танымал адамдармен кезестіреміз. Бағыларды оларға тәжіребе береміз. Тағы тілге балянсты біраз жұмыс атқарамыз. Мысал үшін шығарма, ісі сайыстарын өткіземіз. Ишаран көбісі мемлекеттік тілде өткізіледі. Өзің байқайтыным жастарын барлығы тоғықтай білмейді қазақша. Мысал қазақ мектебің балары тоғықтай білетін болса, ал ұрс тілінде оқытын балар кішкене қиншылық көретті қазақ тілінің оқуынын. Оған не себепте бөлейм? Мысал мен өзім ұрс мектебінде оқыдым, ұрс мектеб бітірдім. Жаңа университетте қазақ тілінде емес, ұрс тілінде білім алдым. Бірақ қиншылық неде де өлейм? ұрс тілінде оқытын балар, олар бағдарлама бойынша, мысал қазар оқып жүргенмен, олар да практика аз. Ал осы, мысал, аталып жатқан реформа, ол тек қана алышын тілінің дамыту емес, оның басты мақсаты. Мемлекеттік тілдің денгейін көтеру. Мысал, ешкім назар аудармайды, мысал, ұрс мектебіне қазақ тіліндегі пәндерін көбе етіне, мысал ұшын. Ал егерде балалар күнделікті, орыс мектептің балалары, атылған 30 пайыз, 3-4 пәнд бойынша қазақ тілінде білім алатын болса, ол жаңа мүмкіндің қашылатын деп өлем. Егерде олар күнде сөйлейсетін, күнде сол тілді пайдаланатын болса, бір 5 жылданген, 10 жылданген қазақ тілінде сөйлейтін жастардың саны 100 пайызға жеткіземіз деп өлем. Біріншіден, әрине био дағдарысқа байланысты мемлекеттік бүджетті қысқартылды, бірақтан сол олай болса да жалпы жастарға көңіл бөлін жәтір, және де мемлекеттік тапсырыс жастар саясатына бар. Ол жерде конкуренттік орта, сонықтан әр ұйым өзінің жобасын дайындап ұсынады, тек қан ең жақсы түрде, сапалы түрде жазған ұйым әрине сол жобаны алады. Қазақстан жастары конгрессіде био біраз жобаға тапсырыс берді, оның үшінде нақты қазіргі алған жобаны айта кететін болсақ, ол бизнес тағылындама біз осы өткен жылы жас кәсіпкерлерді қолдауға байланысты шыры бастағамыз. Жалпы жас кәсіпкерлерді астана қалып келіп, осы кәсіп орындарға парып, сол жерде біраз тәжірбе жинауға. Осы жылдың басында да көптеген демеушілерінің көмегімен, инактус жобасынан Павадарда өткен бизнес және білім деген форумда жетістікке жеткен балаларды алып келіп, соларға біраз тағылындама жасап, және кәсіпкерлермен кезестіріп, маркетинг, және басқа да тақырыптарда семинар тренинг өткізіп, біраз өзіміздің бір септіңізді тивіздікте болаймыз. Жақынарда, осы жылдың екінші шартысында тағы да бұл жоба жүрейді және мемлекеттің қолдалымен бұлады. Бұл ахмет. Мемлекеттік тапсырыстың көлемін, және бізнес тағылымдама жобасы бойынша. Айталасы ба? Мемлекеттік тапсырыстың көлемін. Ек жар миллион тенге. Если вопросу башы нет, я благодарю вас всех за активную участию нашай пресс-конференция. А также особо благодарю наших гостей, которые нашли время, поучаствовали и разъяснили нам свое мнение. На этом мы завершаем. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова